Привет, Жека на ютубе, я тут собрал из комплектующих на авито компьютер и вот что у меня получилось. И сегодня будет ролик о том, как я продавал вот это вот все безобразие на авито. В комментариях под последним роликом про комп вы мне писали, в следующем ролике покажи, как комп в аквариуме красиво летит из окна самый лучший конец твоей серии. Да, я именно так и сделаю. Если только, конечно, не придумаю какой-нибудь более интересный финал этого всего безумия, но пока до этого еще далеко. ПК-продаж? Отличная идея, этим я сейчас и займусь. Создам, пожалуй, объявление. Поначалу я написал все по-простому, так скромненько. Игровой ПК на святой воде. За вечер его посмотрело почти тысяча человек и буквально в первый же час мне поступил вот такой вопрос. Здравствуйте, где воду набирали? Он искал компьютер и спрашивает, где я воду брал. Отвечаю честно, как есть. В бутылке продавалось. А она целебная? Просто святая вода. Жирненькая. Судя по тому, что мужик, который это спрашивал, продавал мне стеклянные банки и шкаф. Не шкаф, а именно шкаф, мне представился такой толстый кудрявый совковый дядька-скряга. Вот знаете, типичный обитатель одноклассников. И его следующие сообщения меня вообще не удивили. Вы испортили ее с масками. За пять отдадите? Уф, я решил просто тактично промолчать. Ибо порой вот таких вот любителей сбить цену хочется как следует отматерить или ударить даже немножко. Если ты хочешь что-то купить на Авито, то зачем пытаться так жестко сбить цену? Бесят вообще вот такие типы. Я понимаю праздники. Новый год сейчас вот-вот наступит. И не надо людей раздражать, а просто поучаствуй в конкурсе, который я устраиваю вместе с создателями викингов. Викинги разыграли уже 26 айфонов и 11 макбуков. Главный приз 2 айфона XS. А супер приз нет, это не макбук, это кое-что поинтереснее и побольше. Или конкурс, вообще скажу я вам, просто в игрушку играешь и все. Ведь викинги это те самые ламповые стратегии и РПГ из 90-х и 2000-х, в которые мы так любили залипать. Помнишь о Варкрафте, Диабло. Поддержите нас и наш канал, просто качайте викингов по моим вот ссылочкам в описании. И знаешь что, ты получишь там 200 голды и бесплатный щит. Условия конкурса крайне простые. Хочешь получить айфон XS, скачай викингов по ссылкам в описании, дойди до 10 уровня дворца, все. А чтобы выиграть главный приз, просто достигни самого высокого уровня до конца месяца среди остальных участников. Если выиграет участник, который скачал игру вот по вот этим вот моим ссылкам, лично я ему этот приз вручу. Розыгрыш состоится 4 января. Все подробности, как забрать приз в группе ВК, ссылка также будет в описании. И не забудь досмотреть это видео до конца, а также ищи меня в игре. Вон, видишь, колхозник стоит, коня своего протирает. Примерно такой же дядечка мне и написал на авито. Ты дебил, зачем врешь? Что я вру? Компьютер не может работать в воде. Пи-ш-та пол ты с авито, я тебя найду. Насчет колхозника я не вру, он реально продает мешки, хату и навоз. Решил, наверное, веселую ферму поиграть на компе. Я ему отвечаю только в первом часу ночи. Это святая вода вообще-то. Я не понял, отчего, но у него почему-то начало пригорать. Не пиши мне ночи, пиздюк. Откуда у такого, как ты, столько воды святой? Я ему специально решил ответить попозднее, да еще и написать по-дански. Знаете, так по одному слову в сообщении. Лайк если тебя бесит, когда тебе так же пишут. Купил в Даркнете. Недавно. Наркоманы. Продали. Через две минуты он мне просто в ярости отвечает. Иди в жопу, не нисывай мне сейчас. Завтра позвоню, сука. Посмотрим, как ты поговоришь у меня. Я представляю, как эта сонная рожа просыпается от тренкиющего телефона и пытается целых две минуты набрать сообщение. На этом наш диалог не закончился. Он, оказывается, мне не звонил еще. Че морозишься? Трубка недоступна. Давай включай, я сегодня в город приеду и пообщаемся. Ты из деревни, что ли, поедешь? Сельские едут давать пиздалей городским. Все следующие сообщения мои он не читал. Ну, походу, заблокировал меня просто. У меня не было умысла его оскорблять, потому что он из деревни. Люди одинаковые везде, если что. И дауны тоже везде встречаются. Но все же, сколько человеке должно быть желчи и злобы, чтобы вот так вот разговаривать с людьми, которых ты даже и не знаешь. Я решил посмотреть на авито конкурентов. Как выглядит компьютер у нормального человека, а не курильщика. И нашел вот это вот детище. Компьютер для игры, работы и не только. Ага, комп, говоришь. У барыги, наверное, от смеха руки тряслись, когда фоткал и придумал это название. Предвкушал, наверное, как он лоху сольет этот компьютер. Продам полноценный компьютер, в который можно добавить карты, а можно не добавлять, просто со странным корпусом. Кто не понял, что это за херня, это майнинг-фирма. Ну, это уже откровенное кидалово началось, и я ему звоню. Алло. Это барыга? Алло, паркучный вызов? Я по поводу объявления на авито звоню. Ага, ага. Компьютер за 13500 продаете, да? Сейчас, секундочку. Я звоню на авито, я не помню, что я буду болтать в компьютер. Тут он просто сбрасывает, но, видать, сам не помнит, что продавал уже, а может, узнал по моему фирменному приветствию. Но через часик он все же перезвонил. Алло. Алло, здрасте, еще раз, это Михаил по поводу комплекта для фермы. Вы звонили. А я по поводу компьютера звонил. Там же на фото именно комплект для фермы. А, а написано, компьютер, там играть можно. Играть можно, действительно, если видеокарты докупить. Ну, изначально я написал компьютер, потому что, если напишу комплект для фермы, это будет другая рубрика. Поэтому изначально вот это все, это комплект для фермы, там просто можно поставить часть карт. А что за ферма? Ферма для майнинга. Не понял, так это вы фермер, получается, ферму продаете? Это не компьютер, да? Это компьютер, который можно использовать, но там нет корпуса, там есть только большой корпус. Там вроде вообще флеш какая-то еще стоит, да? Флешка с минусом, да, для работы. Ну ладно, хоть признался, что это такое, одним барыгой меньше, аж от сердца отлегло, прям аж спокойно стало. Теперь можно респект спонсорам передать. А из новеньких у нас Джо Ригелик и Кирилл Щапов. У огурца вырос енот. Да, окей. Это все, на что ты способна? Нет. Ставила бы себе такой комп. Он не выдержит такого тупого пользователя, как я, и убежит. А, о, самоирония, вот это я поставлю, вот это нормально. Кто хочет через скайп также попасть в ролик, просто становитесь спонсорами канала, и все будет отлично. В субботу 8 декабря мне написал чувачок. Добрый день, масло отдельно продаете? Знаете, я ему ответил только через 3 дня, аж во вторник. Да, а какое вам нужно? Да ты охуел, че так долго? Это, кстати, уже было после выхода прошлого ролика, где я запалил объявление, так что спасибо всем, кто написал. Ребята, вы меня позабавили, но далеко не все. Следующий пассажир мне показался школьником. А что если масло убрать? Компьютер будет работать? Написано же, он не с маслом, а с водой святой. Как можно приехать посмотреть ПК? Хотя нет, не надо. Между сообщениями прошло почти полтора часа, видать уже успел себе комп другой купить. Но не судьба знать. Бог увидел, что ты солгать хотел мне. И отвел тебя. На что он мне отвечает? Вы нормальный? А че, ничего сверхъестественного я не написал. Вроде жизненно так все. По сути, так и бывает всегда. На 2 литра водки обменяю. В принципе, это тоже жизненно. Сразу видно, такой прям мужик русский. Медведь вон на аватарке стоит. Писал, наверное, еще через свою балалайку. Только если литр стоит 10к. Дальше я решил уже брать только реального покупателя. И поменял название объявления на игровой ПК для настоящего ПК-боярина. Ну, хоть бы один нормальный покупатель мне написал. Здравствуйте, в чем это компьютер залит? Или это иллюзия? Это не иллюзия, это таинство. Он залит святой водой. Да, судя по количеству барыг на авито, я бы тоже никому и ничему не верил. Вот, типичный пример. Айфон 30 тысяч рублей. Не пользовались. Информация на фото, Face ID работает. Это самая лютая паль, которую я видел вообще в своей жизни. Которую вообще только можно найти. Этот смартфон просто абибас в мире оригинального Адидаса. Видите разницу? Нет, а так? Никаких различий не видите? Динамики камеры находятся у него в рамке. А черная челочка, где это все по идее должно быть, просто черный прямоугольник. Непонятно зачем вообще нужный на экране. И это колхозная комплектация желтого цвета и наклейки эти на экране. Надо быть дауном, думая, что вот это вот у тебя купят за 30 тысяч. У меня, к сожалению, не получилось встретиться с этим барыгой вживую. Он отмазывался до последнего и рассказал мне историю, что купил в Москве на вокзале у какого-то странного типа. В подарок. Ребенку. Это даже грустная, по сути, история. А не, а телефончик-то все-таки зачетный. Ладно, вернемся к компьютеру. А можно купить, только воду вылить. Святую воду нельзя выливать, это грех. Можно только пить или омыть чресло. Не вымыть, а именно омыть. Ведь в нашей пастафарианской религии святая вода нужна для таинства омовения чресел. И не только их. А теперь просто жемчужина этого видео. С гордостью представляю вам типичная ежемать. И судя по тому, что она тоже продает навоз дрова. И вот это вот она называет элегантной жубой. Ее можно смело назвать колхозницей. Особенно после того, что она мне написала. Здравствуйте, для сына хочу взять. А где такое купили? Сам собрал. В смысле сам собрал? Чего врешь? У тебя завод что ли? Продайте дешевле. Сын только в школу пошел. Маленький еще. Продайте до 10 тысяч. Зачем вы детьми прикрываетесь? Зачем рожалась и обеспечить ребенка не можешь? И тут я понимаю, что я не зря ее называл колхозницей. Гнида горбатая, пошел ты на ой. Понял? В чужие дела не лезь. В жопу засусь себе свой компьютер. Спасибо. Желаю, чтобы у вас еще двое не родилось. Она меня просто материла и заблокировала. Видать, я так и не продам этот компьютер на Авито. Так что, если у тебя есть какие-то годные идеи, пиши в комментариях, что можно с ним сделать еще. И никогда не попадайся на уловки мошенников, как этот дядя, который купил этот кривой айфон в барыге на вокзале. Вот мне за него стыдно. И мне также будет стыдно за тебя, если ты попадешься, и потом мне напишешь, а Жека, я попался. Не забывай, то что родомный комментарий получит тысячу рублей. Разыгрывать я буду вот здесь у себя в инстаграме. Следи просто за сториз, я буду делать анонсы. Удачи тебе. И пока. А я пойду дальше. Искать барыг и мошенников. Искать барыг и мошенников.